Друзья, с вами вновь Лариса Левинска и сегодня я вам хочу рассказать как добавить субтитры на русском или на английском языке ваши видеоролики для публикации на ютубе, а также для публикации на социальной сети Facebook без привязки к ютубу. Я использую для создания субтитров программку Subtitle Edit версия 3.4.6. Ее не сложно скачать, она выложена в свободном доступе. Достаточно просто будет написать в строке поиска Subtitle Edit и вываливаться у вас со ссылок, по которым можно без проблем скачать эту программу и установить у себя на компьютере. Для начала я загружаю видео, с которым буду работать. В верхнем меню выбираю видео, Open Video File. Файл открывается. И теперь моя задача добавить аудио. Чтобы я в нижней линейке видела аудио, мне с ним легче было работать. Для этого я левую кнопку мышки и щелкаю по нижней части. Когда вы в первый раз будете работать с этим программом, будет некоторая сложность, то вы должны будут загрузить определенную информацию. Но это тоже все настраивается, не проблема будет сделать. Еще у меня вот кнопка мышки. Для чего еще небольшое выступление? Для чего нужны субтитры? Во-первых, качество звука, вот как у меня в этом видео, очень хорошее. Титры не помешают. А во-вторых, если вы строите международный бизнес, если вы хотите выйти за рангер на эту английскую новую тему, чтобы писать видео свободно на английском языке, это не английская, это ваше успешение. Так, приступаем к делу. Что делаю? Запускаем видео. Я по такой принципу работаю. Смотрите, как вам будет удобно. Так, ставим паузу. Для того, чтобы можно было добавлять слова в титры. Смотрите, здесь есть слева меню «Insert No Subtitle». Это видео вставляем и пишем по-русски. Для того, чтобы перейти на следующую строчку, опять же я выбираю «Insert No Subtitle». Дальше. Я предлагаю действовать таким образом. Сначала набираю текст субтитров, а потом уже его нацередакирую. Мне кажется, будет удобно. Продолжаем следующую строчку. Здесь мы немножко подвинем. Вот смотрите, очень удобно использовать такую кнопочку. Всегда можно вернуться к предыдущим титрам. Так, здравствуйте. Смотрите, те титры, на которых мы сейчас находимся, они будут выделяться красным цветом. Потом можно их спокойненько переместить. За голубая полоса, здесь вы видите, это текущее положение видео. На паузу поставлю. Еще раз проверяем, что все совпадало. Здравствуйте. Можно немножко пораньше начать. Здравствуйте. Двигаем, вот так вот хватаем за край и двигаем. Проверяем. Здравствуйте. 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 Так, подредактировали. Следующие. Видите, появляется красным цветом. Перемещаем. Можно. Здравствуйте. 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 Итак, текст я набрала, теперь нам не хотим его подредактировать. Скажу, что очень удобно, что есть возможность перемотки на титрах назад, чем я сейчас использую. а теперь такая творческая работа необходимо распределить титры в тех нужных моментах, чтобы они соответствовали звуку видео Так, видите, на слове отмазать назад, на слове и сегодня. Возвращаемся на и сегодня. Вот видите, я хватаюсь за текущий титр, он красным цветом выделен. Так, слово порекомендовать. Опять, вот голубая строчка, это наше текущее положение видео. Так, слушаем. Прочтение. Так, прочтение. Возвращаемся вот сюда. Нет, почему-то рекомендовать. Прочтение. Так, ламазный гранщик. Ну точно так же редактируйте дальше с видео. Процесс, конечно, немного нудный, но что делать, приходится терпеть. Итак, файл с титрами уже создан на русском языке. Я его сохраняю. Файл save. Парту субтитров. Все, сохранили. Теперь моя задача – ввести этот файл на английский язык. Очень важно использовать эту программу для этого, потому что при помощи Google-переводчика можно автоматически это сделать. Так, нормально выбираем Auto-Translate. Translate Powered by Google. Выбираем язык русский. Перевод английский. Translate. Конечно, это технический перевод. Вам нужно поправить ошибки. Если вы знаете английский, то вообще будет замечательно. Еще один недостаток. Все строчки будут начинаться с заглавной буквальности. А там не надо. Не прописано. Убираем ОК. Так, и теперь начинается коррективная работа. И теперь сохраняем файл. Save as. Обратите внимание, я вам советую сразу сохраняю в том формате, в котором будет удобно этот файл загрузить видео на Facebook без привязки к YouTube. Видите, это было ES, нижнее подчеркание ASSRT. Так, сохранили. Теперь я перехожу на свой YouTube-канал. Я уже открыла заранее видео, в котором хочу добавить субтитры. Выбираем субтитры. Света, кстати, если вы переводите на английский язык, добавьте по вкладке перевод название самого видео и также описание на английском языке. Субтитры, я уже открыла. Света, я уже открыла. Света, я уже открыла. Ты выбран субтитры. Кстати, почему это представляет субтитры, на самом деле? Потому что YouTube очень многостанно относится как автор, который представляет субтитры своим видео и продвигает их все более активно. а пока что так Спасибо. 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 Вот, видите? Это у нас сейчас будут русские субтитры. Так, а давайте теперь посмотрим. Так, в настройках субтитры. Выбираем субтитры Англии. Так, выбираем субтитры. У меня не английский. Ну вот. И дальше можно произвести с английским субтитрами. Это с этой задачей, я думаю, мы справились. Теперь задача вторая. Я закрываю ютуб и загружаю свою страничку на фейсбуке. Выхожу в меню, выбираю фото. Затем выбираю альбомы. Видео. Ну, выбираю видео. И выбираю добавить видео. Название. Так, я добавляю название. Описание. Готово. Сейчас идет загрузка. Итак, видео загружено. Теперь я хочу добавить субтитры. Я спускаюсь наживаю в редактор. Это суть важного выбора, на всякий случай. 2015-й. 2015-й. 9-й. 9-й. 10-й. 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 Значит так. Титров нет. Выбираем титры. Еще раз возвращаемся в редактирование видео. Это нормально на фейсбуке. Это нормально. И теперь, что делаем. Вот здесь, где есть субтитры English. Тенден. Закрываем этот крестик. Выбираем язык English. Выбираем повтор на файл. И еще раз сохранить. Видите, вот пошли титры. Чего мы с вами добивались на английском языке. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. С вами была Лариса Левинская. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok